Приветствую всех! Сегодня будет весьма необычный разбор по косточкам. Дело в том, что обычно те колоды, которые попадают в данную рубрику, они уже мной заранее разобраны, и я вот вам пытаюсь пересказать все самые важные акценты в том или ином архетипе. Сегодняшняя же колода не то, что не игралась мной. Более того, если бы мне её показали и сказали, что вот эта вот успешная колода, ну вообще колода для дуэлей, я бы сказал, что вряд ли она на что-то способна, и не очень-то в дуэлях она будет себя проявлять. Однако на деле я вижу, что на ней делают 12, многие игроки положительно о ней высказываются, и это очень интересно. Поэтому сегодня мы вместе с вами попробуем проанализировать эту колоду, увидеть главные точки силы в ней, ну и вообще посмотреть, как она себя ведёт. Я говорю о звере-друиде. Берём стражи леса. Я буду брать то, что берут, собственно, другие игроки, которые делали 12. И первая сила героя у нас в выборе, да, и мы берём именно дары природы. Хотя мне бы казалось, что лучше бы должно подходить урожай. Но нет. Ладно, возьмём. Дары природы. Фирменные сокровища все берут проницательные стражи. Но проницательные стражи мега универсальное сокровище. Казалось бы, что пастуший рожок работает со зверями и вроде бы должен себя хорошо показывать. Но на деле, если задуматься, мы используем дешёвых зверей. При этом сам пастуший рожок стоит аж 4. Поэтому вроде не стоит оно того. Саппорт карты, которая на себя очень много маны требует. Нет. Изменит, если её, то, может быть, мы об этом подумаем. Но сейчас мы также возьмём проницательный стража. Ну и переходим к сбору колоды. Я, с вашего позволения, просто её скопирую. И давайте посмотрим, что же здесь есть. Матриарх. Очень дешёвый должен быть. То есть за 0. Оракула. Да, крайне сильная карта. Как известно, не сильно использовалась в дуэлях. Но, скажем так, в ней есть потенциал. Это очевидно. И, в целом, как мы видим, не особо-то мы зверей используем дороже, чем Трия. То есть вот у нас есть Пантера. Действительно сильный персонаж. Сам по себе. Поэтому мы его берём. Ну и, в общем-то, всё. Матриарх, он должен стоить дешевле. И все остальные существа, да, вы разыгрываете существ. Древокоготь стоит 2. Депт ярости когти стоит 2. Белка, разумеется. Вот единицу у нас парочку есть. Вороны. Друитрифа. Это всё звери, звери, звери. У нас прелестные насушествия здесь ещё есть. Вроде как единицы. То есть всё это работает с оракулом. Помимо этого, у нас есть ещё забафы. Какие-то призывающие забафы. Бафающие забафы. Что неудивительно. Есть одеревенение. Что тоже логично, потому что мы вроде как спамим стол всем на свете. Что мы можем ещё теоретически положить? Вообще, знак шипастой черепахи, да, если у неё есть провокация, вы кладёте его в копию. Очевидно, что это работает именно с матриархом. И лучшая комбинация по итогу у нас будет это оракул, матриарх, скопировать его и ещё одного достать. То есть мы вообще супер можем стол спамить. На этом, скорее всего, мы будем первые партии выигрывать. Значит, что у нас ещё есть? Удивительный момент, что мы используем первые способности, как я уже сказал. Хотя, казалось бы, по логике должна быть третья. И при этом с первой способностью мы вообще не используем никаких заклинаний. Пока для меня загадка. Да, я вижу единственную синергию. Это именно с древокогтем. Но чисто теоретически же его можно заменить. Поэтому для меня здесь пока ещё загадка. Мы поиграем, посмотрим. Может быть, увидим в этом логику. Но не знаю. Давайте, зверь. Зверь. Что у нас ещё есть по зверям? Самые дешёвые взятые. Метка и шара. Безумевшие гризли. Нет слишком слабой характеристик. Теоретически, северный лютоволк, может быть. Я видел его в одной из версий колод. Так что, действительно, это вариант. Кода нет, не особо спамят, не интересен. Сумеречный бегун. Карта, очевидно, хорошая для этой колоды. Потому что, опять же, это зверь, который нам даёт карты. А здесь, как мне кажется, будут проблемы именно с добором. Хотя, может быть, именно аура первого уровня, которая будет при смерти зверей нам давать карту. Может, она нам поможет. Но не знаю. Посмотрим. В общем, тоже вариант. Телецман кафедры может быть. Хотя, конечно, дорогой достаточно. Да. То есть, как мы заметили, всего одна карта дорогая есть. А это всё же дорого. Дорого, дорого. Что ещё у нас есть? Теневая сова нет. У нас слишком мало заклинаний. Какие-то супер дешёвые звери. Супер дорогие звери. Ну, нет, пожалуй. Кстати, у нас же есть ещё копирующие звери, зверовод. Ну, тоже, наверное, дорого. Может быть, есть смысл как-то более дорогих ребят собрать. Но не знаю. Сделаем вывод из этого чуть позже. Так-то, да, неплохо было бы. Да, и зверезащитники использовать. Но нет, это, конечно, уже окажется совершенно другая колода. Зверь из общих. Может быть, мы что-то здесь пропускаем. Жуткий кротц. Ну, так себе, да, пожалуй. Какой-нибудь бронированный жук. Вот, на самом деле, первое, что какая у меня мысль возникает, это убрать древокогтя, добавить, может быть, даже божаколютых волков. И поменять способность с первой на третью. Но не знаю. Это именно сейчас у меня такие мысли. Или нагружённый мул. Тоже, кстати, вариант. Потому что, ну, как бы, звери-звери. Он сразу двух даёт. Одержимый ползун особо не спамит. Так что, так себе. Ползун Галака, выбранного пирата. Да, вообще, когда идёт разговор о пятёрке, сумеречный бегун, то, конечно, очень большая проблема для него. Это то, что сейчас довольно просто противник разбирается с маскировкой. Ну, много кто просто разбирается с маскировкой. Учитывая, что есть воин, который своим ноликом может бить маскировку. Тут вот именно поэтому в нём проблема сейчас, как мне кажется. Раньше было с ним проще. Вот. Что-то ещё, да? Да, мы, наверное, должны относительно дешёвые найти. Дешёвые и интересные. То-то, чтобы призывалось. Какой-нибудь брюхонок. Непонятно, непонятно. Ну, да, есть варианты. Есть варианты. Какие-то супердорогие звери. Но очень много вэли приносящие. Лунная волчица. Вообще, здесь забавчики есть, да, под лунной волчицей. Но, опять же, это, наверное, уже под другой тип колод. А, кстати, вот у нас есть ещё коридорный ужас. Пока эта карта у вас в руке. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Ладно. Мы оставим такую колоду, как она была задумана, запланирована. И просто потестируем её на деле. В общем-то, сказать мне особо нечего. Ну, кроме того, что, конечно, дабы поблагодарить ведущего, вы всегда можете поставить лайки и подписаться, если вы этого ещё не сделали. И поехали! Итак, первый бой у нас против шамана. А что мы хотим? Что мы хотим оставить? Я хочу оракулы и луны оставить? Не, ну я, очевидно, хочу единицы, правильно? У меня три единицы. Наверное, адепт когтя, ярости когтя, это нам будет попозже, да? Терновые стражи, ну, может быть, мы их оставим. Как двойку, которую мы будем разыгрывать. Да, хорошо, я ищу единицы. Вообще, мне мысль пришла, почему эта колода может быть сильна? Скорее всего, потому... Да, ну и отстойный у меня старт. Что здесь, как пират-воин, настолько базовая колода сильна, что вроде как бы... Что вроде как бы не так важны ауры, потому что с аурами здесь я не могу сказать, что прям какая-то хорошая синергия. Итак, что мне делать? Что же мне делать? Выглядит ситуация, конечно, мега отстойно, но да, я делаю двойку. Матриарх, ладно. Это окей, это терпимо. Нужно будет его, наверное, способностью убирать. А, ну, тоже вариант. В конце вашего хода призывайте. Два-два. Два-два. Мне кажется, это так себе. Я, конечно, уберу его, но что-то как-то так себе, мне кажется. Давайте я сделаю вот так вот. Не знаю. В течение матча, да? То есть, обязательно... То есть, матриарх будет все равно за ноль. Что супер важно. Хорошо. Да, я его уберу. Белка. Белка я, в общем-то, матриарха могу... Ну, не, наверное, матриарха сейчас не время. Сейчас, может быть, я просто прожму свою способность. Да, наверное, я просто прожму способность. По-любому убрать его. Давайте уберем его. Итак. Вообще, в идеале бы хотелось бы, конечно, вместе с одеревенением это сделать. Но я так понимаю, что это получится. Так. Хорошо. Шесть здоровья у меня. Шесть здоровья. Может, еще призовется существо? Два желудя. Еее. Вот два желудя это сильно. Два желудя это прям вообще сильно-сильно. Так. Давайте подумаем. Теоретически я что могу сделать? Я могу сделать матриарха, скопировать матриарха и еще достать матриарха. Сделать тройку. Да, мне это нравится. Это действительно хороший, сильный ход. Сделать сердце дикой природы. Здесь будет 2 плюс 2. Затем ваши звери получают. А он получит 3-3? Он же 3-3, да? Правильно получит? Ваше существо получает 2-2, затем ваши звери. То есть, ну да. По идее, должно именно быть так. Ну, поехали. Убираем. 6 урона нанести не так-то и просто через провокации. Да, хорошо, Хекс. Я его убиваю? Я же выглядит так, что я его убиваю, правильно? Что у меня есть? У меня на столе сейчас 13 урона. 13 урона и это дает мне еще 8 урона. Да, хорошо. Так, чисто побаловаться. Ну, хорошо. Первая, конечно, партия неплохо нам показала силу данного друида. И сокровища. Я так подозреваю, что голод лучше сокровища. Книга чудес интересна. А теперь все вместе? Нет. Тут нет боевых ключей. Нет боевых ключей. Ну да, пожалуй, я возьму голод. Какие еще интересные могли быть карты? Ну, наверное, натиск, секреты, да? Что-то общее. Нету чего-то такого. Тут как бы заклинание природы-то особо... Не, ну ладно, раз природа. Ну, 2 заклинания природы. 3 заклинания природы. То есть, заклинания есть, но они не чисто природа. Так что это, наверное, тоже не так сильно работает. Это голод, это прям идеально. По идее. Так, кабанчик. Копию золотую он замешивает. Три копии в колоду. Ну, нет. В принципе, я, наверное... Ага. Вот у нас еще есть нарастающий ветер. А это призывает зверя. Забав. Забав. Так, хорошо. Мы уже не волнуемся из-за добора. У нас все замечательно. Мы всегда будем иметь много карт в руке. Что нам лучше с этой позиции? На глазок отстойная карта. А деревенение хорошая карта. Теневая сова непонятная карта. Потому что, скорее всего, мы не успеем слишком много заклинаний загрять. Нарастающий ветер. Ну, ладно, это какой-то призыв. Какой-то призыв. Сила дик природы. Ну, забав. Иногда может быть полезен. Ну, и развилка тоже забав. И плюс, теоретически, можно и здоровь себе восполнить. Ладно, я думаю, что сила зверя наш выбор. Отдеревенение бы я хотел бы взять. Но, к сожалению, две другие карты мне не очень устраивают. Кабанчик тоже интересный, но нет. Плейд. Ничего мне не нравится. Я хочу, конечно же, единицы. Ну, и ту двойку, которая у меня была в прошлой игре на старте. Не то, чтобы мне сильно нравится. Ну, ладно, у меня есть проницательная стража. Единицу мне можно? Нельзя единицу. Ну, ладно, у меня есть... У меня есть... Есть, есть... Есть зверь. То у него дополнительный кристалл манны. Окей. Достанет яйцо куда-нибудь сразу? Может. А, ничего не достает. Хорошо. Это мы не хотим. Единицу. Да, мы же хотим единицу? Выглядит так. Я могу метку и шараджи кинуть, и... Друида рифа. Провокацию. До конца хода. Либо я могу, либо я могу... Не, ну это так себе, это тоже так себе. Хорошо. Поехали. Раз. Провокация. Итак, что мы можем сделать? Я могу поражать способность. У него будет пять. И здесь. Ваше прочее существует герой. Угу. Черепахи. Черепахи, черепахи. На черепахи, кстати, интересная штука. Я могу подзабахать. Давайте. Давайте я сделаю раз-два. Четыре будет у меня. Четыре атаки здесь. В целом, я могу еще одного сейчас достать. Если будет единица... Не, подождите секундочку. После того, как ваш герой получает бонус к атаке, получает плюс две к атаке. То есть, я здесь получаю плюс один, а здесь получается плюс три. Один плюс три, это семь. То есть, я его убиваю. Окей. Окей. Да, хорошо. Правильно же я все посчитал? Правильно я посчитал. Я... Беру в одну карту. Хорошо. Прожимает способность. Я не сильно расстроюсь. Даже убить сейчас никого не может. Если что. Можно даже сюда вот стройку закинуть. Интересный у него. Интересный. Ладно. Раз ударить. Два ударить. Раз ударить. Два ударить. Три ударить. И можно выставлять на стол все спокойно. Хорошо. Много карт, конечно, я наберу. Но что делать? А! К сожалению, у меня не очень получается. Ну, то есть, не всех я убиваю разом. Ну, ничего страшного, я думаю. Я смогу после этого тройку сделать. Так. Хорошо. Может быть, даже способность разыграть? О! Это, кстати, тоже неплохо. Ну да, выглядит как способность именно. Способность, чтобы убрать и достать древней. На следующий код можно уже и начать супер бафать. Это второй волной, я скажем. Вот у меня под вторую волну прям очень хорошо идет. Едите. Но Едите в целом даже пофигу. Даже его буду, наверное, игнорировать. Единственное, что вот так вот можно сделать. Раз. И всех забрать. Ну да, на самом деле я бы хотел его проигнорировать, но ладно. Мне как-то даже лучше его убрать, получается. Опять же, самый сок в том, что мы можем со второй волны заспамить стол. Даже если он это нам зачистит. А это нифига не просто зачистить охотников. Учитывая, как он овцу отдал. В колоде у нас одеревенение и развилка. Нет, не серьезно. Ну хорошо. Это все равно не очень серьезно. Да. Сокровища. Взрыв мозга нет у нас. Много карт верной подручной тоже, наверное, нет. Клыки вампира, наверное, я возьму. Не очень-то я и хочу ее в эту колоду. Их. Клыки. Это сокровище. Но в целом все остальное прям никуда не годится. Поэтому ладно. Может быть, когда-то полезно будет. Так. Сила зверя, но что-то какие-то слишком дорогие, ребят. Жизнь и норм. Яростный воин. Может быть. Не, это, конечно, полный отстой зверя. Но, видимо. Барматун слабо, слабо. Тоже слабо. Его бы я хотел, но нет. Выбор. Оба эффекта с выбором. Здесь будет что-то происходить. Здесь будет происходить. Ну, а сам по себе кун забытый. Я думаю, что... Такой себе. С другой стороны, и это такое себе. Это все начинается от пяти. Здесь только Яростного воина, я уважаю. Четыре урона у нас будет. А все остальное прям слабо-слабо. Мне кажется, я даже должен взять... Подобные карты. Не знаю. Не знаю, но мне кажется, что они действительно лучше. Хотя, чё-то его знает. Может быть, мы как-то крайне удешевим. Да, и, соответственно, это будет за три. Это будет за два. Жизнь. Ну, что-то тоже сможем доставать. Берете звери на единицу меньше. У нас просто все звери дешевые. Ой, какой-то плохой выбор. Честно сказать. Адаптация. Непонятно. Четырех обликов. Ой. Ладно, я возьму силу зверя. Пусть у меня будет кун. Черт с ним. Жрец. Здесь мне может понадобиться развилка. Но, конечно же, на старт буду стараться искать все те же единицы. Единица плюс стражи. Хотят мне единицы приходить. Стартовую мою руку. Ну, ладно. О, белочка. Белочка класс. Белочка очень хороша, потому что... Ну, ладно. А что, я должен разменять ее? Наверное, я должен разменять ее. Какую-то еще карту получить. Если что, способностью воспользуюсь. Ну да. Ну ладно. Не нравится мне, конечно, этот ход. Но а что делать? Что делать? Буду на развилку надеяться. Скорее всего, я здесь проигрываю. Мне нужно прям как-то очень-очень быстро занять стол. Прям мега быстро. Хорошо. Давайте я сделаю раз. Сделаю два. Своё ж могу кидать? Уничтожать существо, да. Может быть, я даже оракулу сейчас сделаю для детеныша. Хотя, наверное, нет. Наверное, хочется что-то посерьезней использовать. Я не против, чтобы он мне один-один убрал? Не убрал никого. Деревенение. Ну, здесь у нас очевидно, что я буду делать. В таком случае. Раз. И два. Это очень неплохой шанс на победу, если у нее не найдется Ауи. А жрецы вообще обленились сейчас. И не очень-то и любят Ауи. И сейчас, как назло. А, ну да. Можно сказать, как назло. Ну ладно. Хорошо. Подождите, я не понял. А-а-а-а. А, не понял. Нет, потому что... Это он просто умер. Хорошо. Значит, что я могу сделать сейчас? Что я могу сделать? Ну, наверное, я все равно делаю я деревенение и дыма в лицо. У меня особо других вариантов нет. Ну да, поехали. Так, на следующий ход я могу. Здесь нету... Здесь есть только натиск. Никакого рывка. Я могу сделать 2-2. Да. Хорошо. 2-2 щиточек. Хорошо попало. Да, потому что, без сомнения, здесь сокровище. Сокровище. Плюс 1, плюс 1, плюс 2, да? Я могу восстановить себе здоровье. Что не очень-то и круто. Сейчас я его могу убить. Первый вопрос. Выглядит, что нет. Потому что я 6 урона дополнительные здесь добываю, а мне нужно... А мне нужно... Что я могу? Другое могу я что? Клыки вампира сделать? Да, сюда. Разменять, разменять. Может быть, призвать. Да? Может быть, натиск убрать еще одного червя. У меня останется... У меня останется 5 восстановлю. Ну, типа, 11 здоровья. Немного... Небольшая вероятность, что я выживу, но все же есть. Ну, хорошо, давайте. Я сделаю так. Значит, натиск... Сюда... Разменять. Если выживу, скорее всего, убью его. Ну, правда, он мне стол может зачистить. Я по руке. Ладно. Неплохо было бы сейчас плюс 12 здоровья получить. Так. Интересно. Минус первое мое существо. Ой. Развилка. Хорошо, у меня есть развилка. Тогда не важно. Ну да, с жрецом в любом случае не поиграть. Хотя немного неожиданный коржер. Вообще никто его не таскает. Он, видимо, из блока его получил. Ну ладно. Значит, что у нас есть здесь? Бронзовая перчатка нам дает еще зверей. То есть, еще больше добора, которого бы нам вообще не хотелось. Сплошные заклинания нам вообще не нужны. Боевой тотем? Тотем. Боевой тотем нам тоже не нужен. Что нам вообще из второго уровня аор хотелось бы? Кстати, теоретически на плечи могут быть хорошо. Потому что у нас и меткие шараджи, и нарастающий ветер, и клыки. Ну, даже клыков изначально нету, да? Иметь в виду. Но есть сердце дикой природы, например. Вот. На мой взгляд, очень хороши получаются. Неплохо было бы крайнюю карту до единицы. Ну и просто какие-то там, не знаю, оружие, конечно, легендарное. Два урона было бы хорошо. И прочее, прочее, прочее. Много было бы интересных аур. Но не эти. Эти довольно паршивые. Боевой тотем. Боевой тотем у меня вообще ничего, да? Не, не используется. Вообще ничего не используется. Бронзовый кричат. Плохо. Так. Виверну с натиском. Ну, я с удовольствием возьму матриарха. Хотя, честно говоря, и вот это неплохо. Но нет, я хочу матриарха взять. Хотя, честно говоря, и вот это очень неплохо. Но это как-то дороговато. Ух, не знаю. Знак лотоса шикарная карта. Лучше всех карты. На втором месте матриарх. На третьем месте, наверное, размах. Здесь развилка хорошо. Друид когти плохо. Здесь, ну, такое. Вот это хорошо. Трудный выбор, честно говоря. Ну, наверное, я предпочту забафы, потому что, честно говоря, мне кажется, если я буду набирать кучу-кучу зверей, то у меня просто спалится рука моментально. Хотя, блин, это за ноль. Ой, как тяжело. Ладно, хорошо, я возьму вот это вот. Воин. Разумеется, опять же, еще единица. Ничего, не буду пытаться из-за такого взять. Так, хорошо. У нас есть ворон. Какие-то синергии даже. Это классная аура путь зверей. Определенно. Квест. Так, а что у него? Водушевление, да? К сожалению, я должен, наверное, сделать... Наверное, даже натиск. Просто потому что это 3-1. Да, если он вот так вот ударит, вот сюда вот залетит, то будет для меня хорошо. Поэтому. Так, топ-дек. Ну, ладно, хорошо, звери так зверя. Пусть призываются. Ну что, матриарх плюс шипастый знак черепахи. Вот это выглядит, как тот ход, который действительно может выиграть данное противостояние. Хорошо. В целом, даже не против ее использовать с какой-то единицей. Перевинение. Ну, такое пока что. Ага. Ну, окей. Давайте мы натиск сделаем. Уберем его. И вот так. У нас есть даже 3 существа под одеревинение. Ну, очень много карт. О, интересно. Окей. Билка. Так. Ну, вот его не жалко. Его готовы хоть сто раз потерять. Вот это супер какая-то мерзость получается. Так. Я думаю, что я вообще белок должен сейчас достать. И выиграть тупо за счет одеревинения на следующий ход. Как-то так попробуем. Он мне не нужен. Слишком дорого. Да. Что в коробке? Ну, ты раз. И штуки. Да. Единственная проблема, что я сейчас наполучаю себе кучу карт. Кучу карт наполучаю. И у меня все спалится нафиг. Ну, да. Но это, в общем-то, не новость. А очевидно было, что две ауры у меня супер несовместимые. Но... А что делать? У меня как бы две другие ауры. Они только в минус играли. Ну, ладно. Боевой клич, типа, был не совсем в минус. Хотя... Он никакого мне плюс не давал. Ну, ладно. Хорошо. Да, жалко эти карты палить. Очень жалко. О, это супер жалко палить. Ну, а что делать? Я могу разобраться с ним. Давайте с ним разберемся. Да, пять-десять карт. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать? Одна матриарка спалила. Второго, если спалю, он будет, конечно, ГГВП. Да, жалко. Не очень жалко. Жалко, не очень жалко. Значит, ну, может быть, какой-нибудь просто жёлт. На матриарка прям огромные надежды. Карты брать я, конечно же, не хочу. Буду просто пытаться бить лицо ему. Ну, наверное. Опять же, никак по-другому я либо не выиграю. Хорошо. Хорошо. Значит, что я могу сделать сейчас? Просто закинуть? Просто закинуть. Ты ещё четвёрку... Четвёрку, развилку, развилку, бить лицо. Правильно? Ничего другого особо-то я не вижу. Варианты никакие. Что-то на добор, типа... Тройку сделать. Удариться сюда просто. Заспамить стол я тоже особо уже не могу. Ну, хорошо. Да, я просто... Я просто попытаюсь пробить ему в лицо. Понадеюсь на матриарха, что я его не спалю. Акары, ладно. Типа на десятый ход я могу их сразу двух достать. Нэээ. А какие клочи, вы пиры? Что вы придумываете? Так, ну, жёлуди хотя бы вот могут стол занять. Да, ещё единственное... О, матриарх. Здорово. Матриарка это прям... Прям вот хорошо. Так. Раз. Хорошо. Давайте так я сделаю. Я могу убить, удариться, удариться сюда. И прям вообще по максимуму занять. Ну, наверное. Тебе не очень хорошая идея. Ярце, да? У меня там ещё будет... Не, давай я в лицо побью. Ну, так. Интересненько. Отпотик бы не умереть. За один ход. Но, чисто теоретически, если я смогу пробить... Если у меня много существ будет, да? Я сейчас развилку сделаю и просто всё в лицо. Я на это буду надеяться. Плюс тройка там какая-нибудь. Как-нибудь что-нибудь. Ага, понимаю. Так, хорошо. Желудь пошёл. Погнить. Дальше. Тоже, ладно. Пока всё терпимо. Бомбы. Две бомбы. Тоже, ладно. Тоже, ладно. Плюс три. Серьёзно? Провокация 8-8? Так, сколько я получаю от фатига? Четыре получает фатига. Значит, у нас три... Нам немного не хватает. Три. Три по-любому. Вот это по-любому. Вот это по-любому. Это по-любому. Ну и два, да? По-любому. Хорошо. Плюс к атаке. Не обсуждается. Плюс к атаке. Не обсуждается. Восемь-восемь. Восемь-восемь. Тоже не особо обсуждается. Да, ладно. Раз. Окей. Я считаю на скиле. Покровище. Ну, конечно, я буду брать то, что супер дешёвое. Логично? Думаю, что логично. То есть, я беру книгу мёртвых. Видите, как бы хочется даже и что-то брать, чтобы у меня колода не моментально закр... Честно говоря, опять же, это брать не хочется. Это брать... Забафы, да. Забафы ничего. Правда, прелестное нашествие. Такой отстой. Матрёс. Нет, ладно. Я ничего не буду брать. Ому-ому. Я хочу, конечно, матриарха получать стоп дека, чтобы два их было. В скобочках спалить их из-за того, что у меня 10 карт в руке. Ну, ладно. Как-нибудь чудес. Интересно. Да, да, не шар. Ну, видимо, это кость. Окей. Так. Белочка бы... Белочка бы классно зашла. Как всё сочетается. Так, посмотрите. Вот эта его рубашка. Со всей обстановкой вокруг. Прикольненько. Так, что-то ещё сделаешь? Прикольненько. Прикольненько. Матриарх. Уже приятно. Их ты бы мне мелких зверей. Ну да, я буду просто надеяться на вот этот вот ход пятый. Что я полностью весь стол заспамлю 4-5. И... Ну, соответственно, и выигрю. И, может быть, потом одеревенение. И за один ход убью. Вот мой план победы. Единственное, что нужно, конечно... Сначала призывать зверей. Жалко мне. Я, пожалуй, разменяю. Да, что-нибудь сейчас поищем, посмотрим. Ну, хорошо. Давайте так. 2-2. Далее. Может быть, какую-то другую двойку. Быть. Так. А по сути-то у меня получается один зверь мне только нужен. Ну, хорошо. Давайте. Ух. Да, это не здорово. Не здорово, не здорово. Может быть, придется мне одеревенение сейчас кидать, чтобы зачистить вот это вот. Вот. Эх. Ну, забав. Жалко. Это, конечно, всегда супер жалко. Так. А одеревенение сейчас. Слева я уберу. Деревенение раз убивает. Слева убивает. Ну, так себе. Скажем честно. Скажем честно, не фанат. Подумных я вещей. И даже не знаю, что делать. Потому что, ну, типа, наверное, мне проницательный страж надо сделать. Может быть. Ну, давайте. Я сделаю раз. Я сделаю два. Ну, пускай будет что-то типа раз-два сделаю я. Ой, это такое ерунду я, конечно, ничего делал. Ну, а что я могу сделать? Я не знаю, что мне здесь делать. Я сделаю так. Опять же, у меня вот только один ход, на который я надеюсь. Которым я планирую выиграть. А все остальное, ну, у меня слишком все быстро горит. В чем минус? Слишком быстро горит. Очень бы не хотелось бы... Матриарха терять. Ветвь. Ну, ладно. Не матриарха, а книгу мертвых, вернее. Ну, ладно, хорошо. Это даже... Раз. Тоже очень хорошо, кстати. Тоже очень хорошо. Девять у меня карт. Так, сразу делаем. Двух. Брать. Фендрал нам не нужен. Кстати, зря мы его... Зря мы его... Ну, да, жалко, что мы его скопировали. Ну, ладно, давай. Это не жалко мне. Хорошо. Давай. Не очень приятно. Можно сделать тария. Восстановить манну и пятерку. Тария. Восстановить манну и пятерку. Ну, да. У меня еще плюс два будет как раз таки вот это сделать. Это не очень страшно. Хотя, если он мне все зачистит, это будет, конечно, провал. Что-то мне кажется, что он мне все зачистит. Но пока не совсем. Так, нехорошо. Ладно. Что дальше? Покаяся, карта. Так, поехали. Громоклин, что надо, карта. Не поспоришь. Белочку. Не жалко, развилку жалко. Ну, ничего страшного. Поехали. Значит. Раз. Два. Восстанавливаем карты. Три. Ну, да. Четыре. Поражать. Пытаемся. Писец. Мы прям на какой-то границе. Перед самим затягиванием в черную дыру. С этим бесконечным добором. Ну, допустим. Пятерку еще сделаешь? Сделай пятерку. А-а-а. Ну, какое лечение. Охренеть. Подожди, а ты еще два раза восстановил, столь? Сойти. А, он пока не может сделать. Хорошо. И так. Что мы можем сделать? Книга, это замечательно. Итак. Что у нас есть? Плюс два, плюс два. По-любому мы должны сделать. Мы можем сделать четверку, да? Полезное. То есть, максимум. Это мне что-то дает полезного? Это, кстати, дает мне полезное, потому что это плюс два будет мне. Значит, раз. А это дает плюс три. Значит, это полезнее, чем Фендрал. Полезнее, чем Фендрал. Может быть, я метку и шаража не должен делать, да? Раз, два, три. Выглядит как такой вот ход. Ну, что у меня. Получится, не получится, полетал. Это уже не так важно. Я по-другому все равно уже ничего не сделаю. Ну, да. Добор какой-то. Да нет, там ерунда. Поехали. У меня восемь манны. А, ну ладно. Не важно. Ну да. Он был явно мне не нужен. Я все отрисовал, что у меня уже десять. Я смотрю на его десять, весь его ход и думаю, ну ладно, десять и десять. У меня тоже десять. Бывает. Но все равно хватило. Итак, чистый холод, цилиндр. Я, кстати, думаю, что цилиндр может быть очень хорош в этой колоде за единицу, что очень важно, потому что, как мы видим, жутко не хватает. Окей. Отстой. Больших существ я точно не хочу. Вообще ни под каким соусом. Тихо-сенько с шрую. Ну, вообще, можно и не взять. Потенциально. Слизнюк. Слизнюк спамит стол краб. С Найтиском у меня, конечно, не очень все хорошо. Ну, ладно. Вообще-то, тихо-сенько с шрую мне выглядит чуть-чуть интересней. Но мне бандитка совсем неинтересный. Ладно, я возьму просто двойки. Просто супер дешевые двойки. Тем более, у меня Слизнюк плюс цилиндр. Это вообще отличная комбинация. У нас есть, наконец-то, единица. Я думаю, что метку Ишараджа я тоже могу оставить. И Книгу Мертвых я по-любому оставлю. Чтобы не спалить. Так. Ну что, тройка плюс Матриарх. Мы все так же пытаемся выигрывать. Магия мумий. Ну ладно. Что поделать? Что поделать? Что поделать? Сразу же яйцо, сразу же яйцо. Ну окей. Я могу, наверное, натиск даже сделать. И не буду атаковать. Пусть он прожимает свои способности. Я сделаю адепты Ярости Когти, наверное. Когда просто разменяю. Хотя, на самом деле, не очень хочется. А, ну ладно, я проиграл. Ну, ладно. Пока что, может, не проиграл, конечно. Но, конечно, ситуация супер хреновая. Так. Ну давайте я сделаю. Так вот. В таком случае. Да, у меня все же есть книга. Из полезного. Белочка, белочка. Вот это нехорошо. Полить. Просто побольше существ. Вот. Ладно. У меня есть развилка, как забавка. Трючку нежелательно, конечно, терять. Так. Окей. Окей. Желуди пошли. Так, на них мне На четвёрку мне вообще наплевать Хорошо, раз Два Тебя Ну и отстой Ну хорошо, я и их достану По всей видимости придётся Это не очень здорово, потому что Ну это ужасная карта Сейчас прям вообще не помогает Как Урлок тоже мне не нужен Блин, ну да, и жёлти Разумеется, у меня жёлти будут палиться А не выходить на стол Ну и отстой Ну и отстой Ну хорошо, я могу Наверное, как-то так сделать Буду на следующий ход Пытаться переворачивать Ага, давай бесконечно корок Выграть Как же пасты черепахи Корок я уже никак ничего не смогу Уничтожить Вообще бессмысленно Она ещё и в руке у меня застревает Ну ладно, хорошо Я могу сделать Или бы мне поинтересней, да Было бы Давайте я сделаю так Хорошо Давайте Моя надежда на то, что он займёт стол Всякой ерундой Типа короков Вот А я Чёрт Так Нехорошо Нехорошо Там вроде была какая-то маскировка Ну ладно Это нашествие меня не сильно беспокоит Давайте что-то с маскировкой яд Хорошо Маскировка яд Хорошо Он занимает стол короками А мы займём стол и за один ход его убьём Вот моя цель Это можно и убрать Я думаю, что Материарки Кухон Ну давайте мы книгу мёртвых используем Сколько у меня Да, мне точно не нужны две карты Будут нормально Что ж так себе Честно сказать Так Кто же так себе Давай я с лизнюка достану Чё сделать С тебя сделать Ну и отстой Тринадцать Ну окей Давай я ещё так сделаю К сожалению Даже кун не могу достать Ну ладно Значит Не, не знаю Не знаю, как уже здесь выиграть Тупо не знаю Слишком мало времени у меня У меня быстрее колода уничтожится Ладно Восстановление здоровья Хорошо В смысле не здоровья А кристаллов маны Да Это, конечно, выглядит как провал Хорошо Это выглядит как я Уже ничего не могу сделать Ох Не, ну я совершенно Что-то понимал Что у меня Вот будет всё именно так Когда я брал вторую ауру Но я ничего не мог Другое взять Типа просто Не играть через вторую Здесь у меня есть Какой-то иногда шанс Что я просто Очень-очень быстро Смогу Смогу Очень быстро Ну, кстати Я готов взять Групповое обучение Заспамить Супербыстро стол И За счёт того Что у меня Миллион тысяч карт В руке всегда То просто Заутокашить Мне кажется Это больше шансов Чем если бы я Боевыми кличами Ничего не делал Так Стража оставляем Силу дикой природы Оставляем Вообще все забапы Оставляем Ну и Древо коготь Пускай будет На первый ход Для меня Сразу же Через монетку Как же он мне Вжарит На три урона Тут Такой момент Что Короче Теоретически Я могу выиграть Только Если ему Не зайдёт У Тезера А уеха Ну а вероятность Как вы понимаете Она не очень высокая Попробуем Как бы Что-нибудь И вампирам Сокровища у тебя есть Ладно Раскопка пошла Цилиндр 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 Можно Будет С проницательностью Играть Возможно С Ну да Прямо сейчас Может быть И сделать Ну непонятно Нет Давай-ка мы Просто Его Пока Что Супер непонятно Как мы должны Выигрывать Ну будем Стараться Ну не Здесь уже Я вообще не верю Вообще Нет шансов Просто Нет шансов Ну разумеется У неё будет Заклинание Зер У неё конечно Могут быть Миллион тысяч Карты Он ничего не сможет Сделать Тоже может быть Но Это вряд ли Ему Сильно Помешает Давай я Сделаю Даже так Потому что У меня совсем Много карт Хорошо Может Как-то Это его Напряжёт Теоретически Но он Всегда Может Сделать Изэровскую Изэровский Сон Может А уеху Изэровскую Сделать И я Ничего Не могу Против Этого Противопоставить Просто Мне Единственное Что нужно Надеяться Что в один Прекрасный Момент Я займу Стол И у него Волшебным Образом Не найдётся Ответа Вот Я бы даже Сказал Что это Неплохо Колода Безумие Пошёл Фан Так Может быть О деревне Не я Сделаю Давайте По натискам У меня Не особо Да Чё-то Есть Ну да Деревне Не так Важно Когда Всё Здесь Дикерё Давай Я уеху Ничего Не могу Против Такого Я сделал Шо Я могу Их Выставить И забавить На плюс Один Плюс Один Вот Вот Это Может быть Мне Поможет Ну Такое Чё Так Но Мне нужен Оракул Без Оракула Будет Тяжело Оракула Сунька О Это Хорошо Оракул Оракул Так Теперь Книгу Мёртвых Не спалить Каких-нибудь Ну Ладно Это Конечно Хорошая Карта Относительно Но Чёрт С ней Убираем Его Ну И Пожалуй Я Ещё Вот Так Вот Сделаю Пусть Так Что у нас Есть У нас На два Меньше Копию Значит Если Я их Двух Достаю То Эти Два Превращаются В Три Три Ну Ладно Хорошо Правда Много Маны Придётся Отдать Кошмар Терви Просто Выбрасывает Карты Понимаю Допустим 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 Теперь у нас Большие Проблемы Почему Проблемы Потому что Совершенно Непонятно Мне нужно Всё Для того Чтобы его Завод Икашить Всё В один Ход Так Три Один Три Три Один Да И мне Очень Нужно Плюс Один Плюс Один Получить У меня Десять Карт Ну Хорошо Давайте Я Сейчас Попытаюсь Что-то Типа Такого Поделать Хорошо Ещё Один Удар Книга Мёртвых Книга Мёртвых Это Прямо Классно Давайте Я Сделаю Раз И Два Сделаю И Хорошо Хорошо Пускай Будет Пока Что Так Да Пускай Я Конечно Спарю Сейчас Уйму Карт Но Мне Супер Важно В один Ход Разыграть Как Можно Больше Вот Может Сейчас Как-нибудь Книга Мёртвых Поиграем Ну Силу Дикой Природы Есть Подозрение Что Он Сейчас Испугается Я Достав Ехал Нет Так Каким Заклинанием Будем Проверяться Непонятно Наверное Плюс Один Плюс Один Хотя Нет Плюс Один Не могу Это Ладно Так Сэвэдж Рор Много Очень Урона Наносит Вот Этим С удовольствием Я бы Хотел Бы Провериться С С С С С С С Прям Сейчас Дикой Природы Ну Хорошо Давайте Я С С С С С Пожалуйста Раз Два С С Супер Отстойная Карта Так Раз Два Далее Мы Делаем Раз Делаем Два Делаем Три Пошли Бить Лицо Хорошо Если у меня сейчас что-нибудь останется на следующий ход, то я соответственно смогу диким ревом к нему пройтись Просто надеюсь, что не будет двух ауэшек Будет две ауэшки, я ничего уже не сделаю У меня уже не хватает карт в колоде, чтобы В общем-то на этом мы и закончили Не, ну я хрен его знает, что я могу, могу куна достать, восстановить ману, сэбэдж ров, как-то забафать Ладно Ну не, здесь я возле не убила Да, минус развилка, еще очень важная карта Допустим Все, что я могу Но теоретически могу Только не из-за русской карты Ну ладно Отстойно, конечно, но типа терпимо пока еще Это тоже как бы такое Так Ну 5-1, оставь мне Ладно Дракон отстой Ой, что-то я, по-моему, сейчас еще и ударить смогу А если я смогу ударить, то это прям очень много Так Ударить походу я могу А у меня-то здесь 12 12 плюс Ух ты 12 плюс вот так Так Значит 10-16 я его уже убил, да Ну так, чисто For fun еще заодно прожать Все, можно было бы единицу закинуть Прикольненько Прикольненько Может быть, вновь цилиндр я возьму Нефес Ну, нефес нормально Ну не, я возьму цилиндр Я вряд ли соберу уже оружие Точно нет Может быть, хранитель и болот взять Полный отстой Ну да, ладно, хорошо я возьму хранитель и болот Поехали Ому, ому Хочу я вообще Вот это взять Мне кажется, не очень Я могу использовать садник на крабе Просто, просто, просто Да, ладно, хорошо, я оставлю Какие-то забавчики можно было бы искать Но, ладно, здесь Будем медленно добирать относительно карты Книга чудес Ну, мы с ним уже играли, кстати Знаешь, мы вроде победили его Суперпарадом Ладно Хорошо Все упирается в то Смогу ли я не спалить себе Все свои забавы Вот Потому что вроде как Стол-то заспамить Я всегда смогу А вот забав У меня вопрос Так Вот это уже неплохо Это уже достаточно хорошо Какая-то более-менее Комбинация Очень здорово Хорошо У нас есть сокровище Что тоже неплохо Сокровище можно Именно как восстановление Манны использовать Это я пока что Наверное не хочу Мне лучше Сейчас Какие-то именно карты Такого рода использовать Пока что я достану его Одну карту я возьму Если это будет Верь, то мне не страшно Если даже что-то вдруг спалится Ну, конечно, существо Отстойное для него Не да А деревенение Деревенение хорошо Я сейчас Побольше Существ достану Мне это нравится Нравится, нравится О, дополнительный еще И мне забавчик Отлично Значит Значит, значит, значит Надо зверей уж доставать Что, не очень хочется Но надо Матриарх Нужен матриарх Ну да, нужен матриарх И, в общем-то, у нас даже вроде как Как будто бы уже все Уже все как надо Единственное, что он пока что Дорогой Опять маны Слушайте, мне нравится Хоть, конечно, и Жуть какая дичь у нас получилась В сочетании 2 аур Двух аур Нифига не полезны и не хороши Но 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 Окей Значит 6 Ну, типа, знаете, он довольно просто будет убивать Хоть и да, я понимаю, что там Да, хорошо, пока что так Так вот, завершаем мысль Хоть и супер дичь у нас получилась И невозможно здесь выигрывать очень много Но Это весело, потому что Нестандартно Нестандартно Всегда здорово Так, хорошо Хорошо, хорошо Я могу восстановить себе здоровье Хочу я восстановить себе здоровье Давайте я лучше все же Натиск использую Ну да Так Совсем не хочется мне много доставать Может быть я прямо сейчас восстановлюсь Поехали Давайте Слизнюка еще вытащим Как-то мы можем Ну, кстати Наверное, мне бы стоило Слизняков-то оставить Под нее, да Под одну из оракул Ладно, посмотрим Я понимаю Но в целом у нее довольно мало карт Тоже момент Приятный Плюс карта Хорошо Хорошо, хорошо Привет Что, спалю? Белку не жалко Белку максимально не жалко Ну, это такое Непонятное Я могу восстановить себе Просто игнорировать? Я думаю, что просто игнорировать Так, ладно Ух Ну ладно Если что, могу просто Стройкой его съесть Я бы с удовольствием сейчас Цилиндр нашел Возможно Даже я сделаю Двух оракул Лож И Слизнюков Да, это будет Плюс три Слизнюка И на всех будет цилиндр Правильно? У меня же хватит маны Не, не хватит маны Мне девять манов надо Девять манов многовато Ну ладно Хорошо, хорошо Я могу клыки вампира сделать Что-то там еще сделать Кстати, звери будет неприятно Один зверь Ладно Так, пока что все терпимо Может быть Да, клыки вампиры Наверное сюда идут у нас В таком-то случае Так Я же, кстати Буду не против Еще Одну книжку найти Нет, это мне не интересно Давайте раз Давайте два Это то, что я по-любому Буду прожимать Можно одну карту Достать Вот такая себе карта Так, раз-два Ну и хорошо И достанем ворона Следующий ход у нас Приятный В идеале бы, конечно Еще матриархов найти Вот это будет вообще Шик, блеск, красота Чувствуешь себя Мужиком Чем мужиком Не знаю Сексизм какой-то Чувствуешь себя человеком У которого примерно 86 миллиардов долларов И у которого нету вообще никаких наследников Вообще нельзя никому эти деньги передать И если Если что Они отойдут Самому нехорошему на свете Человеку Которого ты больше всех ненавидишь После твоей смерти И ты знаешь Что Ты умрешь Через Ну Примерно так Пару месяцев Вот Вот Это То ощущение Которое Складывается Когда я играю на этой колоде Окей Между тем он Уже там что-то выполнил Правильно? Правильно Дикерев Дикерев неплохо Ну что, поехали 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 Ммм Это не работает Да Тут-то я понял Что это нифига не работает Ну ладно Хорошо Мы можем убрать его Ну как бы работает Но как бы Не то чтобы работает Ну поехали Что-то я себе Напридумывал Всякие классные штуки Ну да Мне нужно было ее одну И было бы нормально Ну в целом Окей У меня тут много забафов Я Если что могу Если что Если что Я могу Это пофигу Так Что я хочу Плюс один Плюс один Хорошо Здоровья у меня пока еще много Этих мне не жалко Женщин Вот А у меня еще одна Вот есть Еще один цилиндр Что меня тоже устраивает Но нету зверей Как так получилось Непонятно Так Еще один цилиндр Хорошо Я могу вот так удариться Так вот сделал Потому что это самое дорогое Самое дорогое Раз Два Лицо Удар Удар Я короче Просто буду бить лицом Потому что он вряд ли Меня сможет как-то Зачистить мои цилиндры Очень вряд ли Ладно Яксаран Что хочешь Можешь сделать Только не вздумай И всех Мех уничтожить Так Запрямнол Допустим Так Начинается полная дичь Не вздумай Окей Терпимо Писер Здесь же вообще Да будет Миллион тысяч Заклинаний Да Стандартный Оксаран Своё Пожалуйста Да Стандартный Оксаран Хорошо Чисто стандартный Оксаран У вас не такой? Вам Не знаю Вам просто не везет Видимо Что ты чё скажешь? Так Ну хорошо Хорошо Здесь же есть Да у нас Не знаю Чё делать Вообще Не знаю Ладно Давайте мы Плюс один Плюс один Сделаем Парочку раз Слишком сложно Что ещё неплохо Вот так Сделать Что-то Типа Как-то так Сделаем Давай Как-то так Сделаем Я в итоге Ещё ни одного Зверя не достал А хотя В планах Было Зверей доставать Но я не знаю Как-то Непонятки Какие-то Это Зачистить Уже Вообще Легко Найс Сова На рандоме Нравится Нравится Савандра На рандоме Всегда Ладно Так Хорошо Ускользание Ну ладно Ускользание Ускользание Ничего больше Не буду делать Надеюсь На моё Ну Что сказать Два из трёх Вернее Один из трёх Ну да Два из трёх Мои поиски Стандартно Мне нужно Сокровище Сокровище Только так Я смогу Перевернуть Стол Там А Ну кстати Это тоже неплохо Мне нравится Сначала Так Сделать Пошли дальше Что-то Такое Творить У меня Как бы Забавчики Вот тут Остаются У меня ещё Вот Матриарх Есть У меня Куны Есть Которые Тоже Можут Стол Забрать Вот На это Мы И будем Надеяться Другой Надеяться Я Пока Не знаю Куна Нормальная Тоже Нормальная Тоже В целом Даже Хорошо Я бы Сказал Хорошо Неплохой Да Ход Мне Честно Говоря Тоже Нравится Так И массово Массово Бафаем Ты же Зверь Ты же Зверь Вообще Лучше Наверное Здесь Сделать Это Будет 6 7 Это Будет 5 7 Плюс 5 Это Ровно Убить Его Хорошо А ещё Можно Севджерор Сделать Ну Не Наверное Севджерор Нужно Оставить Кайф 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 Хорошо И да Севджерор Мы оставляем Чтобы как жарить Как жарить На следующий ход Сейчас Мы ещё Скорее Всего Даже не Скорее Всего А должны Получить Силу Дико Природы Чуть Больше Урона Вот Всё Зависит От того Что Сможет Ли Он Сейчас Зачистить Стол Или Нет Миллион Тысяч Кар Так Четыре Карты Колодя Четыре Карты В Колоде Что-то Мне Его Будешь Убивать Я Думаю Что-то Не Так Страшно Три Карты В Колоде И Пять Карты Я Вроде Как Получаю Не По-моему Он Отъехал Да Очевидно Кого Он Бьёт Хорошо Да Здорово Потрясающе Здесь же Нет А Здесь Кстати Есть Натиск Но Оно Мне Не Надо Не Надо Давайте Это Так Ещё Сделаю Шесть Побед Тратим 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 Деньги Друзья Зелёные Не Чумная Пасть Не Не Отстой О Кстати Грибомат Ничего Так Как Мне Кажется Супер Дорогой Не Силдик Природа Мне Нравится Пиратиков Накидай Пиратиков Если Что Ну И Забавчик Есть Тоже Забавчик Но Слишком Дорого Я Лучше Силдик Природа Буду Использовать Развилка Пожалуй Не Лучшая Не Лучшая Забав Чтобы Оставлять Да Я Все Выброшу Так У нас Сразу Есть Белочка Белочка Это Неплохо В целом На Плечи Подзога Взяла Он Не Будет Призывает Верна 2-2 С натиском Ок На Мне Вот Это Лучше Сделать Монетка Четверка Да Наверное На Следую Что-то На Или Я могу Фендрел Сделать Давайте Фендрел Сделаем Момент Ваши Существа Получают Это Не Боевое Клич Это По Умолчанию То Есте Если Он Сделает Сокровище Свое То То Так Я могу Вот эту Штуку Сделать Тебя Тебя Хотя Зачем Хорошо Давай Так Сделаю Вообще Можно В лицо Бить И Буду Бить Лицом Так Вот Продолжая Идею Если Он Делает Своё Сокровище Я Как Раз Убиваю 02 Он Достает Ваши Существа Он же Тоже По идее Должен Получать Вот И то Есть Там Будет Каждый Всегда Призываться Верный Этим Верный Будут Всех Убивать Хорошо Тоже Ладно Просто Минус Все Что Поделать Силиндр Цилиндр Цилиндр Что Спалю Спалю Что-то Масшествие Мне не так Сильно Интересно Сокровищ Можно Можно Съесть Йети Но Наверное Это Оно Не так Нужно Мне Давайте Пиратиков Достану С двух Сторон Для Симметрии Хорошо Ай Здесь Здесь Ничего Не могу Сказать Кроме Как Ай Он Еще Весь Стол Зачистит За Ноль Маны Давай Я честно говоря не очень понимаю что мне делать Поэтому я разгоняюсь по мане и просто буду надеяться на то что мне сейчас зайдет что-то делать Типа книги книги мертвых Вот И вроде как я смогу перевернуть стол А ты мне убиваешь вообще Очень-очень даже вероятно Как минимум мега близко Одно заклинание Да понял Понял Пал 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 Золот Это нету Точно не то что мне помогает Так Четыре Три Четыре Один Один Верно призываю Четыре Вот так делаю я Хорошо Хорошо Еще Виверна Призывается Раз Нет все У меня уже все забито По моему все забито Ну нет так нет Ну да я надеялся что я Книгу мертвых смогу Найти и перевернуть стол Ну что ж В общем то было довольно интересно И действительно Эта колода Явно имеет Потенциал На то чтобы сделать Большое количество побед Очень хорошей комбинацией С матриархом И Тройкой Да Оракулы Малуны Плюс там двойку Можно сделать Забафать Скопировать Всевозможные забафы Предпочитаются В колоду Конечно Набор у нас был Супер ужасный Но что поделать Если бы у нас Вторая аура была Действительно Хорошая Какая нибудь Ну просто полезная Просто полезная Не то что у меня То в целом В целом Можно рассчитывать На куда большее Количество побед Интересная колода Берите на вооружение КОНЕЦ